Ну что ж, дорогие друзья, мы приступаем к просмотру игры, которая тоже обещает быть очень интересной. С PGL 0.8, Season 3, Sky будет играть против китайского Work of Flyer на новой карте Melted Valley, долина тающих снегов. Обзор этой карты у нас есть на сайте, тем не менее, мы с этой картой знакомы только по обзору, то есть на ней мы не играли, карту знаем плохо. Видео от первого лица, это самое ценное, то есть мы видим то, что творит Sky, смотрите, что он творит. Разогревается на рабочих, там выделяет туда-сюда, застраивается. Если честно, мы давно не видели вот от лица Sky, такой, что был как раз пёс-пёсом. Даже не могу вспомнить, какой был последний, который мы видели. Возможно даже сказать, что мы никогда не видели воду от первого лица Sky. Поэтому, может быть, это будет прорыв. Клик, это мы, конечно, как бешеные, уже показывали ролики, где Sky играл на клавиатуре. Очень виртуозно и быстро, ну, как бы этим мало кого удивишь. Какой герой был, кстати, в поделом? Там может быть и Матун Кинг, и Архмак, потому что противник Кворка, и тут можно и через МК играть. Ненавязчивая опять реклама. Карта на дворе спаунов, карта значительно больше, чем тот же самый, ну, если вы помните, такая карта была похожа по пропорциям. Ландрайл, Ландрайсон, вот. Она сравнительно большая. Вот, но расположение такое же. Респаунов, то есть один на семи часах, другой на часах. Нумеруем рабочих. Кажется, сейчас буду мухать застройкой третьей фермы наверху. И, да, Матун Кинг первым героем. Я узнал этого товарища со второго раза. Это именно Матун Кинг. Он выходит уже. Герой был довольно быстрый, то есть без задержек. Два футмена. И он собирается сразу крипить довольно жирную точку. Визуально на ней он получит точно второй левел. И по уровню девайсов здесь может третий-четвертый выпасть из этого большого тролля шестого левела. Точка по силе, в принципе, она аналогична такой же, например, на черепахах. Там никакая же, там вместо двух троллей еще парочка. Нанимает же салисных троллей. Теряет рабочего, что ты не отводишь рабочего. Минус ран. Струл из-за бис попадается Матун Кинг. Не самый лучший девайс, который мог выпасть. Из аналогичного уровня девайса это... Ой-ой-ой, БМ еще рядышком. Ай-ай-ай. Молотком добивает тролля. Переключается на другого. Здесь очень много можно порезать и троллей, и рабочих. Этим и занимается как раз Флай. Убирает сейчас... Зажимает? Неужели зажимает? Сверху можно попробовать... Нет, не получилось. Еще ферма. Молоток еще? Нет, маны нет. Сейчас будет еще минус один, два рабочих. Скорее всего, два. Если принять во внимание, что это контролит. Хотя база близкая, и рабочие уже забежали в глухую застройку. И сейчас будет минус один, скорее всего. Как-то не очень подрассчитал свои силы двукратный чемпион мира. Кстати, эта игра может стать последним на сегодня, потому что сейчас счет 3-1 в пользу группы D, и до четырех побед, как на МГЛ. И если Скаи сейчас зарешают, то... Вот. Все закончится. Ламбер Милл строит, ну, как бы это будет... Сейчас может попытка окружить Гранта через молоточек. Потому что сейчас еще менты придут, посмотрим. Атакуют действительно Гранта. Ой, какие слабые монстрики здесь на нычке. Ну, просто несерьезные. И зачем-то начинают атаковать жрецалестных троллей. Он сразу на себя кастует... А... Броню ледяную. Нет, Скаи плохо знает эту карту. Главсов Хейст выпадает Маутен Кингу. И несмотря на абсурдность, этот девайс довольно полезный. МК, если он где-то башен. Вот, потому что скорость атаки увеличивается. У него довольно медленность просоединит. А пассивка у него с высокой вероятностью. То есть там 15%, 30%, 45%. На третьем левеле, если вы вдруг захотите взять себе третий баш. Доживете, например, до седьмого левела. Либо на пятом месте третьего молотка вдруг вам захочется взять баш. То Маутен Кинг с высокой скорость атаки, он и БМ в рукопашку убьет. Просто потому что каждый второй удар будет станет противника на 2 секунды. И наносить дополнительный урон плюс 20. Немного, немало. Один футмен находится на лагере наемников. И сейчас будет закупать, скорее всего, троллей. Готовится продавать. Продал уже. Скролл оф зе бист. Ой-ой-ой. Ох ты. Ой, немного. Да, придется вот здесь ставить, да. Магазином немного мы преградили. В общем, нельзя было чуть ближе поставить мейн. Возможно, здесь понадобится 6 рабочих, чтобы таскать полноценно. Ну, это так уже мелочи. Может, незначительный минус будет при пяти рабах. Малтон Кинг выходит на следующую точку. Здесь Мурлок с ядом. Юнотик в центре. Реклама Адидаска. Это важная точка, потому что... А, кстати, аналогично абсолютно на карте Хуайлос. Такая точка есть. Из этого товарища про это в Tomb of Experience. Ну, либо книга плюс 2. Посмотрим, что будет в Tomb of Strength. Но, кажется, не плюс 2 обычной книжечки. Самый главный Малтон Кинг здесь 3-й левел получает. Вот он его получил. И теперь делает скрол регенерации жизни. И сейчас молотки... Опа, АБМ уже тут как тут. На нычке нельзя прям без присмотра оставить. Сразу прибегает. Гранты накидываются. Но не успеет, не успеет. Молоток. Откружение. Даже не окружил. Просто проатаковал и убил. Еще один Грант, судя по всему, да, получит молоток. И умрет. Футменов старается спасать, конечно, Скай, но их гораздо сложнее спасать, чем Грантов. Хотя в такой ситуации, смотрите, уже третий Грант умирает. Это все молоток. Стан на 5 секунд вражеского юнита, да и урон выше 200. 230, мне кажется. Не 100 у него прибавляется за лаэвла, там, 115. Вот это очень даже и неплохо. Вот, поэтому минус 3 Гранта пришли, срегенерировали ману. Ну, идем на гублинскую лабораторию. Наверное, просто в качестве разведки. Может, там резака собираются купить. О, тут такая точка серьезная. Да, собираются отвлечь. Внимание, покупает сам гублинского резака. Тут... Ай, его зажали! Да, надо отвлечь, надо отвлечь. Сверху футментом отвлекает на себя. О, неужели будет крипить еще большого бамбра? Ну, а че ж, почему же нет? Раз уж. Так, гублинского резака нужно отправлять в освоясью и чиниться. И второй молоток бы прописать по этому большому бамбру. Мало ли, кто здесь... Выпадает девайс плохой. Плохой, сразу скажу, плохой. Циклон мог выпустить камень жизни, камень маны. Ну, тут более такие качественные девайсы. Крест, в конце концов. Жалко, жалко, но ничего. Зато опыт еще поднабрался Маттон Кинг. Shadow Hunter довольно битый. Неужели это не иллюзия? Шадоу Хантер... Так, а здесь кого мы? Дирижабль купили? Отлично. Поехали на... Просветили. Просветили нычку, и она не закреплена. И... Вроде как нужно защищаться, потому что если это были не иллюзии, не разведка, то... Совсем скоро орк к нам придет. В экстренном порядке SkyGraded башни. Строить дополнительные сооружения защитные на Экспанде. Не забывает про рабов, подстраивает, починил себе резака, который обеспечит его, довольно серьезно обеспечит его. А, вот виверны, здравствуйте, пожалуйста. Да, так? Ну да, там была просветка, мы увидели два бестиария, кто же еще? Райдеров против Малтон Кинга строить можно, в принципе. Но они не воины, они лишь помогут орочным героям убить Малтон Кинга. Ну, потому что сетка, потому что хекс. Вот, и Малтон Кинг типа умирает. Хотя убить его никак просто, потому что он все-таки сильщик в жизни не много. Вот, а поэтому виверны. В качестве выхода, сложившейся ситуации, виверны прилетели, но башни вот как раз специально вот достроились, как по заказу просто. И уже молоток кидает в главного орочего героя, тут же его лечат, баш пропер, инвиз. Ушел. Да, просветочка, конечно, нужна. В магазин, я думаю, сейчас хочет зайти в Скай, купить себе нужно и просветку, и сапоги. Ой, да, и сапоги, конечно же. Потому что у Малтон Кинга скорость перемещения такая высокая. А если вы играете в Соло, Малтон Кинга не то. Вам очень важна мобильность героя. Посмотрите, сейчас собираются разводить виверны. Залетают наверх, вынуждены отменить две фермы, но башню вроде неплохо прикрывают золотую добычу. Скай. Скорее всего, виверны увидят, что наверху закрепили ограф и добьют двух других. Скай, скорее всего, будет делать грейд на Тайер 3, сразу после грейда на Тайер 2 кузни сейчас закажут. Да, кузни? А, сразу айвори. То есть в хавках мы решили. Да, это не грифоны, это хавки. Но это, возможно, вариант тоже развития событий. Значит, башенку наверху снесли довольно резво, потому что у такой башни, у грейжной башни, тип брони легкий, и, соответственно, виверны по ним атакуют в два раза больше. Вот, ну и плюс у них броня 0. И жизни 300. А не там 550-600, как у башен. Плюс броня от пятерков по дефолту. Строит фермы, копит деньги. В общем, да, это будет масс-хавки. Ну, есть как бы несколько вариантов. Можно в грифонов, этим можно в хавков. Хавки это вариант более... О, закупился, смотрите. Купил себе сапожки. Купил инвиз, выпил его. И сейчас, судя по всему, идет, кажется, на нычку даже. Хавков нужно много, чтобы переловить не только виверн, но и бетрайдеров, которых будут, несомненно, строить против... Там кто? Химик, что ли? Нет, ух, оказалось. Пардон. Уже все засмотрелись мы сегодня играми. И будем еще целые 10 дней засматриваться. Будем ловить вот от первого лица, записывать. Может, такой кладезь. Это бывает только раз в году. Нападает противник, грамотно перенаправляет башенки на героев. Магически чинит рабочими. Довольно неплохо магическая вышка выжгла ману. Скорее, с этом соточку точно. Подходит рабочий, чинит башню. Летят первые хавки и Маутен Кинг спешит, торопится. Минус две башни. На третью тут нападать опасно, потому что... А, вот на верхнюю собираются. Да, так можно поразводить, конечно. Продает, быстро покупает персональный телепорт. Ловит, ловит двумя хавками двух виверн. Прилетел, молоток в одну виверну, сразу там застанил. Промахнулся, правда, не потой кинул. Ничего, неважно. Главное, испугал. Пять хавков, уже шесть хавков должно быть. Вообще-то, по идее, из трех. Если он непрерывно строил. Но пока только пять, ладно, бог с ним. Еще один молоток. Лайдмастер пятого, четвертого левела. Еще баш сверху пропер. И БМ с кроссовым лидером. Деньги у Скай окончаются. То есть он вышел из элита хавками. Хавков у него уже довольно много штук. Здесь пять, еще два летят на подкрепе, два строятся. Соответственно, это уже девять штучек. Практически близимся к пачке. Вот. Да, еще вот. Двое-трое строятся. Проверяем наличие экспанда. Экспанда нет, но зато есть Shadow Hunter. Shadow Hunter сразу же ловит болт. Его начинают покусить. Воздух поднимает все БМов. Все виверные ловятся, за исключением одной. А еще один... Что это было? Как он сбил? Он же всех замечательно поймал. Каким образом получилось так, что... Сбила сетка. Наверное, все-таки мисклик. В исполнении Скай, такое тоже бывает. Обидно. Там вроде вся игра уже была решена. Самое главное, всех поймать. И тогда вы без потери всех убьете. Mountain King отступает. Он очень-очень красный ХП. Сразу закупает жизни. Можно, в принципе, половить снова. Там кулдаун уже прошел. И Хавков все нормально. Давай, под башню попробуй словить. Да, еще Хавки подходит на подкрепе. Берет ментов. Через С сюда. То есть строит еще один магаз. Опасная ситуация. Mountain King убит. И он лечится. Неужели он сейчас будет собираться с духом и пойдет уже в атаку? А зачем магазин так застроим? Да, Скай решает идти в атаку. То есть он берет с собой Хавков, берет... Ментов. Идет в атаку. Самое главное поймать Севивер. Ну, там же еще два бэтрайдера сейчас будет. Опа, все виверные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Всех, абсолютно всех словил. Скай, но сейчас будет сеточка, скорее всего. На одного, на второго, на третьего. Да, пару щеку словил в сетку. Одна виверна упала, один Хавку упал. Воздух подняли Шадо Хантер, но виверны падают, падают виверны. Их лечит Шадо Хантер, но сетка-то действует. Вижу три сетки, Хелен Вард поставил, тут же перебил. Кайп. Да, но все-таки вы сахапки развалились. Молотками откидывается Маутин Кинг. Да, убил там еще одну виверну. Сорок лимит. Да, сферпортироваться надо. Все, друг. Момент, кажется, уже упущен для двукратных чемпионов мира. Кажется, он проиграет китайскому орку Лайку. Но вот игра в Хавков, она, конечно, очень аркадна. То есть, если вы строите грифонов, там вроде как более основательную армию строите, и там уже ее, конечно, можно взорвать парой пачкой бетрайдеров, но там уже можно среагировать, сделать грейды, свитки, развести, как-то попытаться. А здесь либо пан, либо пропал. Что для орка? Он может весь вывод терять, если все у него поймают. Такие игры уже были. Что для Хумана? То есть, если Хавки не реализует свою светку, а будут там пытаться что-то там проатаковать своим пирсингом на них там 18-21, что-то там вроде. В общем, смешной дамаг и медленная скоростная. Вот, то либо один все теряет, либо второй. Очень аркадно, очень аркадно. Вообще, воздух очень аркадная штука. У воздуха переход практически... А, вот он, экспант. Теперь мы нашли. Кликни на шахту. Посмотри, сколько там. Если... Если мы знаем вообще, сколько там по умолчанию дается. Обычно 12 с половиной тысяч. Телепорт делает орк. Мы сразу же, типа, улетаем, убегаем, стараемся. А, райдеры там бегут уже за МК. Не убежит он. Минус ТП скорее всего будет, потому что там... Ну, повыше скорость у райдеров, чем у МК, даже с пагами. Бэмби гоняет, но райдеры не смогли за такой промежуток догнать МК. В принципе, не все потеряно. Сейчас делает грейд на Тайр 3. Возможно, там будут, не знаю, рыцари на Тайр 3. Или он хочет сделать Animal Training. То есть увеличить количество сетпоинтов у хавков. Это же полезная вещь. Может собирать все брони побольше. Ну, то есть, третий грейд на броню. Хотя я не уверен, что он вообще грейды на броню делал хавком. Такой сидел. На грифонов, ну, на хавках не очень. Ну, на Тайр 3 много вкусностей, на самом деле. Он строит Blacksmith, это значит, что он будет либо грифонов строить, либо коней. Вот. Так, 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 так. Да, Animal Training ждет. Вот, на подкову собирается нажать. Да, апгрейд комплит. И там еще грейд был какой-то в Айвари Тауэр, то есть в башне грифонов. То ли на грифонов, то ли на молоток, то ли на клауд. Облако. Как здесь у нас подковы, здесь у нас грейд на Атаку. Ну да, такая выжидательная позиция занял. Скай, то есть мы сейчас рассовываться опасным для жизни, пока не будет парочки важных апгрейдов. Орг, безусловно, орг тоже время не теряет и, возможно, даже с большей пользой его проводит. Но, пускай сейчас мало вариантов, то есть мы разведками провести, он не знает, интенсивно ли клипится орга, или там делать грейд на Таир 3. Он просто знает, что если он выйдет сейчас, он может остаться снова без телепорта. И он предпочитает посидеть немножечко на базе, дождаться нескольких ключевых грейдов. В общем, выходит, что прокрепит троллей недалеко, так несколько трусливых. Заказывает второго героя Паладина. Доделался грейд на Атаку и, кажется, он заказал второй грейд на Атаку. У него лимит 69-67, судя по пикселям. То есть есть еще куда строиться. Заказывает грейд на броню. А, у него два Блэксмисса, то есть он и там, и там штампует. Интересненько, интересненько. Но противник по экономике тут точно не отстает. То есть мы же помним, что у него есть нэчка на 11 часах, которую там только одного рабочего убил. Скай. То есть экономика не подорвана, орг качает. Более того, скорее всего, орк. Так, орк собирается сейчас нападать. Посмотрите, отбегает. Ловит в сеточке. Но здесь пять башен. Первый трик грифона. Ой, как неожиданно. Много денег потратил. Накопил. Молотками откидывается. Сейчас можно, в принципе, половить. Под башнями очень хорошо сражаться. Ой-ой-ой-ой, грифончики-то, грифончики. Все, вынудил, вынудил. Нужно выдвигаться, ловить. Ловит. Раз, два, три, четыре, пять. Всех виверн ловит. Неужели у орка-батрайдеров нет? Лечит. Пришел еще паладин. Очень хорошо подкрепляет, кстати. Скай свои. Опа. Минус одна виверна. Минус вторая. Сейчас упадет третья, четвертая. Начинает атаковать кодой. Минус третья виверна. Минус четвертая виверна. Маутен Кинг. Так, лечим, 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 лечим. Грифона. Грифона подлечили. Ловила получили. Осталось две виверны. Очень битая. Минус одна, минус вторая. Битый райдер, минус райдер. Неужели разрулил чемпион? Разрулил. Еще минус райдер. Маутен Кинг получил пятый левел. И все уже. Даже начал кликать живее. Посмотрите. Он просто... Он... Собрался уже. Он поверил сам в свою победу. И... Начал закупать ману. Старается. Нормально у него все. Он потерял там трех хавков где-то. Ну и где-то трех-четырех рабочих, которые высунулись, были убитые изначально. Но сейчас у него четыре грифона. Нормальная уже армия. Балыч, кажется, получил в этой битве второй левел, что немаловажно. У нас теперь инвол. И таким образом... Я просто теряюсь, куда... Куда потратил ресурсы Орк. У него с этих двух нычек... А, вот, бетон, да. Тайр-3. Ага. Ага. Так, приходит Паладен с тремя закупленными башенками. Сразу начинает строить одну, вторую, третью. Это провокация. Провокация. Так, Орк сразу же приходит. Очень быстро он восстановил свои силы. У него земля и таурены. Ну, это не самый... Ну, что ж ты делаешь, друг? Какие таурены? Два часа ночи. Ну... Таурены против грифонов это плохо. Это плохо. Берет всех еще рабочих с собой. Ну, тут очень многое зависит от контроля. Лечит хавков, теряет хавков. Таурены убили грифоны, нещадно разорвали. Перед волкером стреляют хавки и грифоны. Они закидывают просто изумительно тех и других. Башни грейдятся, может стоит перегруппироваться через некоторое время. Палыч получает третий левел. Это второе лечение. Убить еще кого-то будет еще сложнее. Потому что 400 хп каждые 5 секунд, пока не кончится мана. Еще минус один таурен. Правда падает грифон, но зато Маутон Кинг. Сейчас будет молоток в Shadow Hunter. Смотрим, смотрим. Минус... Да, минус в Shadow Hunter. Великолепно. Скай, ты удивляешь. Поражаешь. Очень классно отсиделся. Очень здорово. За манию, можно сказать, да? Выдержал. Противник дрогнул. Полез. Эти грифоны, которые прилетели на подкрепление, сыграли. Может быть, не спланировал, конечно же, это Скай. Но они создали роль наживки. Бросился. Бросился противник навязывать битву. Сражаться под башнями. И это было, конечно, не выгодно. Тут же основывает свою новую базу. Посылает Шреддера на возможный экспант на трех часах. Берет рабочих, переводит сюда. Проверяет, сколько денег осталось на шахте. Магазин им очень нужен для того, чтобы восстановить ману Маутон Кинга и Палыча. Эти два героя основывают теперь армию. У Маутон Кинга пятый левел, я думаю, на половину шестой. А Палыч... шестой уже левел. Ты шо, шутишь, что ли? И он взял третьим баш на шестом левеле. Реально, шестой. Третий баш на шестом левеле. Учитесь. Никакого аватара. А может, просто промахнулся в полубида? Смотрим, есть ли нычка у орка. Рабочие есть. Нычка только-только крепят. Да, плохи дела у китайцев, плохи. Сейчас борьба двух шреддеров. Это последняя, да, игра на сегодня, если Скай победит. И сейчас будет битва. Таурены, какие-то урены, такая ошибка. Минус шреддер, Маутон Кинг начинает раздавать, лечит. Ультимейт делает Блэйдмастер, над кого он здесь протокует? Только героев, только героев. По воздуху ультимейт его замечательно не действует. Ультимейт прошел. Маутон Кинг, Маутон Кинга лечит. Есть ли у него маны? Кажется, есть визуальные сейчас. Значит, после инвула умрет Блэйдмастер. Ждет, когда отпустит Блэйдмастера. И молоток в упор. Джи-джи, пишет китаец. Отличная игра в исполнении Скай. Поздравляем с победой группу Дэна, которую мы, конечно же, поставили снова бабану. Удачи, играйте в Warcraft и заходите, конечно же, на сайт goodgame.ru. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...